Всем привет, с вами на связи Андрей Финашин и канал ТЕСТ ЛАБ. Сегодня мы продолжаем экспериментировать с фарами. Прошлые мои эксперименты касались фары H4 и лампы H4. Там была фара от Соляриса, из которой я удалил торцевой колпачок и замерил свет. И получилось так, что отсутствие торцевого колпачка абсолютно не повлияло на четкость светотеневой границы. А между тем яркость выросла. Это позволило мне сделать вывод о том, что на фарах от Соляриса удаление торцевого колпачка действительно имеет смысл. Я увидел очень много комментариев под тем видео, которое касалось просьбы провести тот же самый эксперимент с фарой H7. Прошу прощения, с фарой H7 и лампой тоже H7. Поэтому сегодня у нас главная роль фара от Калины. Она рефлекторная, она в стойке имела торцевой колпачок и рассчитана под лампу H7. Что-то я сегодня все путаюсь, H4 или H7. Мы замерим световой поток со стандартной лампой, потом удалим торцевой колпачок и замерим световой поток фары с удаленным торцевым колпачком. Также я отвечу на несколько вопросов, почему вообще, на мой взгляд, ставят торцевые колпачки конструктора. Потому что тоже много видел вопросов, для чего вообще они нужны. В итоге мы сравним и поймем, стоит ли такая переделка, имеет ли она смысл, есть ли в ней какой-то смысл и нужно ли ее делать. Итак, для начала по классике жанра я устанавливаю фару, регулирую ее под уровень свето-теневой границы и бегаю с люксметром. Замеряю 16 точек для большей детализации, чтобы видеть именно в каких точках освещенность выросла, а в каких точках освещенность упала. Делаю я это, повторюсь, по 16 точкам на стандартной фаре с торцевым колпачком. И так, потом я провел вот эту процедуру удаления торцевого колпачка. Не скажу, что это было быстро и просто, это было сложнее даже, чем с лампами H4. Но все-таки я это сделал, об этой процедуре я скажу чуть более подробно ближе к концу видео. А сейчас давайте смотреть результаты. Итак, опять точно также выставил фару под свето-теневую границу и опять побегал с люксметром по 16 точкам, снял их показания. И что у нас в общем-то получилось. А получилось у нас, ребята, то что в зонах по бокам, опять как и в случае с лампой H4 и с фарой H4, мы наблюдаем увеличение светового потока. То есть вот именно наличие торцевого колпачка, оно снижает световой поток по краям. Делаю я уже вывод на основании данных по фарам H4 и теперь по фарам H7. Прирост где-то по краям составил 26% и вот эта величина прироста, чем ближе она была к центру, тем она была меньше. И в одной даже точке у меня получилось 97%, то есть освещенность уменьшилась. Я там сначала не мог понять, почему вообще происходит такая вещь, почему освещенность упала. Но потом я понял, что вот процедуру удаления торцевого колпачка, которую я избрал, она оказалась не совсем верной. Она оказалась не совсем верной, я немножко накосячил, пытаясь вытащить колпачок именно через посадочное отверстие самой лампы. Надо было это сделать по-другому, но об этом я только понял, когда уже вытащил его так, как вытащил. И в результате того, что я пытался его вытащить долго и упорно, я немножко поцарапал вот именно отражатель как раз около посадочного места. А вот эта зона отражателя, она как раз и отвечает за вот именно свет по центру. Вот благодаря этому, скорее всего, действительно показания в центре стали чуть-чуть меньше. А по краям мы действительно видим увеличение светового потока. Повторюсь, примерно то же самое я наблюдал и с фарой H4. И давайте сейчас я отвечу на вот очень популярный вопрос, почему, зачем вообще этот торцевой колпачок нужен. Я тоже провел эксперименты на этот счет, потому что мне с мамой было интересно. Я всегда считал действительно, что он нужен для четкой светотеневой границы. Но как мы видели, светотеневая граница никак не портится, она остается точно такой же четкой. Никаких засветок в зоне встречных водителей мы не видим. То есть это меня, безусловно, очень и очень сильно обрадовало. Но есть же какой-то смысл, то есть конструкторы же, они же не дураки, чтобы вот ставить запчасть, которая абсолютно не нужна. И более того, она еще ухудшает цветовые характеристики фары. Нет, они это все сделали... Ну, я сейчас оговорюсь, это будет конкретно мое мнение и мое расследование на этот счет. Википедию и прочие вещи я не читал, это исключительно мои мысли. Для чего все-таки нужен этот торцевой колпачок? Смотрите, и на фарах H4, которые я протестировал до этого, и на фарах H7. При удалении торцевого колпачка, я даже постарался заснять вам ту область, в которой происходит увеличение света при демонтированном торцевом колпачке. Это и на фарах H4, и на фарах H7, это края фары под определенным углом, то есть вверх и вправо, если мы говорим про правую фару. Ну, про левую, соответственно, это будет вверх и влево. Вот в этих зонах действительно, вот они были прикрыты торцевым колпачком, и туда теперь уходит больше света. Вы действительно это можете видеть. Я специально постарался это заснять. Вот в тех зонах происходит некое увеличение. Насколько сильно это критично для использования, и в каких случаях вот эта увеличившаяся засветка, она повлияет на дорожные условия, как бы на вождение, на встречных водителей. Я вот тут могу только гадать. Я единственное, вот придумал вариант, что если вы машину где-то будете парковать со включенными фарами около дома, и вот на втором и третьем этаже вот в окна будет попадать этот свет, наверное, это будет людям неприятно. Потому что под таким углом, ну что еще может находиться, я не знаю. Там, как правило, людей вот таких, то есть встречных машин при таком угле подъема, как правило, нет. Это лишь моя версия, что конструктора вот ограничили, ухудшили характеристики фары в общем и целом, в плане ближнего света, ради того, чтобы вот убрать засветку в этих зонах. Поэтому в общем и целом, плюсуя все вместе, я могу сказать, что эксперимент в целом удался, я нисколько не жалею, что удалил этот торцевой колпачок. Фару, я повторюсь, практически не испортил, если вы будете делать так, как сказал я, то вы ее не испортите абсолютно. Я немного поторопился. Немного поторопился, вот примите, пожалуйста, мой опыт во внимание и сделайте все-таки по красоте, чтобы у вас получился еще более лучший результат в плане освещенности дороги. И опять же, суммируя полученные мною данные по фарам H7, по фарам H4, я могу сказать теперь, что в общем-то удаление торцевого колпачка ничего такого катастрофического с вашим ближним светом не сделает. Вы не испортите его, в случае, если вы используете галогеновые лампы, в случае диодных или ксеноновых, тут надо тоже отдельное исследование проводить, пока я про эти лампы ничего говорить не буду, пока сам не проверю. Поэтому в общем и целом эффект положительный, результат меня порадовал. Но пишите свои вопросы в комментариях, потому что я кое-что вырезаю при подготовке сюжетов и что-то, если может быть непонятно, я с удовольствием поищу комментарии. Я читаю, уделяю на это время специально. И если эта информация была вам полезна, ставьте лайк, если она была бесполезна, либо вы считаете, что все должно быть по-другому. Ставьте дизлайк, не стесняйтесь. Ну а с вами был как всегда Андрей Финашин, и до новых видео. Итак, ребят, удаление торцевого колпачка, это отдельная такая история, он с виду гораздо более гибкий, чем в фарах от Соляриса, там он из более толстой стали сделан, здесь он гораздо более гибкий с виду, и кажется удалить его проще. Но так как сделал его я, так как удалил его я, удалять его не надо, и скажу почему. Ребят, когда я начал его гнуть туда-сюда, а потом пытаться вытащить именно через посадочное место лампы, я только лишь поцарапал зону отражателя, которая находится около посадочного места. Чего делать не рекомендуется, мягко говоря, потому что зачем царапать отражатель, который нужен для того, чтобы отражать свет и давать его на дорогу. Поэтому, ребят, примите, пожалуйста, во внимание мой опыт. Вот шалтать, болтать его туда-сюда, как это делал я на протяжении 10 минут, надеюсь, что ножка его отвалится. Мне не получилось, то есть я 10 минут это делал, потом мне надоело, потому что никакого эффекта не было. И вот тут вот этими инструментами, как он, круглогубцы или что, загнутыми, я вот единственное, что открутил торкс и начал пытаться его вытаскивать. Вот здесь, приложив определенное усилие, действительно, этот колпачок у меня вылез полностью с ножкой. И вот вторая моя была ошибка в том, что я все-таки решил вытащить его через посадочное место лампы. Вот этого я делать не рекомендую, потому что, как ни крути, но пока вы будете плоскогубцами загибать его края, вы по-любому поцарапаете часть отражателя. А лучше делать как? На мой взгляд, у этой фары есть отверстие под поворотник. Там диаметр гораздо больше, и по моим прикидкам, торцевой копачок там уже как раз проходит достаточно легко и просто. И более того, даже если вы немного при вытаскивании вот через поворотник повредите отражающий слой там, ну никакого серьезного этого, сами понимаете, влияние не окажет. Поворотник как работал, так и будет работать, света там в любом случае хватит, а отражатель ближнего света у вас будет и в идеальном состоянии. Вот об этом я немного жалею, что я сделал так, а не сделал так. Почему? Потому что тогда бы результаты были еще лучше. Вот пожалуйста, примите во внимание мой опыт, кто соберется делать этот эксперимент, все-таки попробуйте сделать это через поворотник. На мой взгляд, получится гораздо лучше.